Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Токси Кул, ФБР на связи, как видите, я вещаюсь с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канал в поддержку харьковчанинга. Готовьте чаюху, ляля кебаб, и мы стартуем, ready, steady, go, погнали! Сегодня, ребятки, у нас непростая ситуация, поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу. Ребята, мои хорошие, бабьё и пацаки, всем привет! Всех приветствую на своём канальчике! По вашим долгожданным просьбам снова выхожу на связь с вами, рассказать, как обстановка в городе Харькове в данный момент. Напоминаю, в городе Харькове сейчас самая тяжёлая обстановка со всей Украиной, связанная со светом. То есть электроэнергии практически нету нигде, чтобы вы понимали. Койди её включают на пару часов, потом выключают, и то это не все районы. Некоторые районы до сих пор сидят вообще без света. Такая, как была вот эта вот атака в этот раз на город Харьков, такой не было, сообщают, не было с начала войны ни разу. То есть это самая массовая атака на вот эту инфраструктуру, которая связана со светом. Со светом, с водой, с отоплением и даже с газом. То есть были попадания в магистраль среднего давления газа, и там больше 300 домов людей до сих пор без газа. Это пока починят, представляете, в холодных хатах люди сидят. Помимо всего этого, ребят, повставляю здесь вам вставочки, чтобы вы понимали, какая ситуация на данный момент в городе Харькове. То есть хочу сказать, что люди молодцы. Ну, мы, во-первых, харьковчане, мы уже более-менее, вот знаете, стараемся адаптироваться к этой ситуации. Сколько мы уже сидели. Посмотрите мои видео за тот год. Сколько мы сидели без света, как мы выживали. Свет есть, бегом побежал, что-то делай, что нужно, заряжаешь и так далее и тому подобное. Света нету, сидим без света. Занимаемся тем, чем можно заниматься. Гребем листья, убираем там. Если зима, гребем снег, какой-то пытаемся там ремонтик ковырять, что-то делать. Ну, естественно, без денег, а там, где, собственно говоря, ты можешь что-то делать такое. Там починить, подлатать, зашить, заклеить. Ну, сами понимаете, тем более в частном секторе работы хватает. Конечно, людям, те, которые живут в квартире, это не прелывки, это узники из кабана, как я называю. Это ужас, я вам сочувствую, ребят. Сидеть в четырех стенах, без света. Многие сидят, чтобы вы понимали. В курточках мои подписчики мне заходили на стримчера. Кстати, сегодня тоже заходите, надеюсь, сделаю для вас прямую трансляцию. Сегодня, в понедельник. У нас, если что, ребят, график стримов такой. Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Стараемся делать прямые трансляции. Иногда в воскресенье у нас нет прямой трансляции. Вот, вечером общаемся, вживую, как говорится. И где вы можете задать вопросы, я на них отвечаю с удовольствием на все ваши вопросы. В общем, ситуация такая, ребят, что люди стараются выживать как могут. В данный момент стараются выживать как могут. Повставляю здесь вам вставочки, ребят, чтобы вы понимали. То есть, пункты незламности работают, где можно прийти зарядить телефоны массово, да. Повставляю вам как обстановка в городе, чтобы вы могли посмотреть, ребят. Давайте вот так вот здесь вот ставлю, как обстановка в городе, чтобы побольше вам было видно. То есть, обстановка в городе, ребят, такая, что люди пытаются работать, у кого работа не связана со светом. Ну, я вам скажу, что это так, такая себе работа. В плане того, что практически никто не работает. Естественно, люди теряют и заработок, и не только заработок. Да, в основном все люди сидят дома. Нету света. На генераторе очень дорого, ребят. На генераторе очень дорого, на инверторах, на всем вот этом вот существовать. Особенно, если это какое-то производство. Цеха там швейная, цеха по производству чего-то. Ну, все что угодно. У нас все, во-первых, 380 обычно, ребят, да. 380 очень много тянет, это если производственная. 220 даже, то все очень много тянет. Там какой-то станок, какая-то машинка, даже швейная, она будет тянуть, ого-го-го-го, промышленно. Вот такие, ребят, дела, такая обстановка. На данный момент в городе Харькове вы посмотрели, да, я думаю, вам было интересно. Пытаемся выживать, пытаемся жить, как только можем, не унывать. Всем огромное спасибо, кто помогает, кто кидает донаты, ребят, от души. Конечно, таких людей очень-очень мало, но тем не менее. Я надеюсь, что кто-то из добрых людей посмотрит наше видео и поддержит нас донатом на бензин, чтобы мы могли выходить с вами на связь, потому как без связи очень тяжело, ребят. На данный момент сейчас нахожусь вот без связи, света нету с самого утра, чтобы вы понимали, никто его не включал, ребят. Вот, поэтому сейчас на инверторе бензинчик потихонечку палится, его надо заправлять, ездить на заправку. На заправках также заправки работают, цену вроде на топливо пока, ребят, не подняли. Поэтому, кто хочет помочь, карточки приват, монобанк, пайпал, мультивалютная ссылка для донатов в закрепленном комментарии под видео. Денежки идут на корм животным, на дровишки и на бензин, ребят. Держимся и всем огромное спасибо, кто помогает от души и чистого сердца. Мирного неба вам над головой, крепкого здоровья. Проверяем, что там наши... Ой, манюньки. Смотрите, живые. Хвостиками трусят, сейчас сфокусирую. Туда, о, надеюсь, вам видно. Фонарик уже ломается. Короче, в сил фонарик, ребят. Ну, а видно, вон икра сверху хвостиками трусят. В аквариум, ребятки, свет не включаю. Свет идет, собственно говоря, с окон. Вон рассада растет. Наши попугайчики. Всем огромное спасибо, кто помогает на бензин, ребят, чтобы у нас были бульбашки. Вот эти в аквариуме, это самое главное. И на травишки, чтобы мы могли протопить хату, чтобы наша насада не пропала, ребят. Чтобы попугайчики выжили, черепашки, рыбки. Да и коты намерзаются, что-то так в последнее время, что вообще капец. Так, ребятки, можно даже сделать вот так. Включить свет. Представляете, как круто. Благодаря нашему инвертору. Так, сейчас я включаю свет на время, чтобы рыбок быстренько покормить. То есть, максимум 3-5 минут. Мы с вами их покормим. Наши бомба-зявлики. Вот, раз, корм. Второй. Это нам светильнички подписчик присылал. Спасибо ему огромное. Вечером пользуюсь ими, когда нету света. На стриме вы тоже видели. Так вот и выживаем, ребят. Как можем. Рыбки на грани выживания. Вот вы там все обсуждаете. А чем вот рыбки заслужили? Чем заслужили дети, которые в роддоме сейчас рождаются, да? И нету света. Больные, которым делают операции. Нету электроэнергии. Так. Покормили, ребят. Сейчас быстренько, минутки 2-3. Буду выключать, пусть быстро кушают. Еще бомба-зявлики. Там детки сидят, кокосики. Давайте, может так получится. Заснять он. О, получается. Видно, деток. Вот тут, там они сидят, ребят. Ребятки тоже у нас темно-кища в аквариуме. Черепашек. Холодильник, он размораживается. Стоит. Тут у рыбок тоже. Но мы можем сделать с вами вот так. Жас! Да будет свет. Или, наверное, мы так не сделаем. Мы включим вообще сюда, чтобы рыбки могли покушать. Вот здесь. О! Вот у меня здесь включен только компрессор. И боль башки. Сейчас я их быстренько покормлю. О, они ускорены. О, погибшие есть, ребят, видите. Есть, не выдержали. Но, по крайней мере, не все. Основную массу мы сберегли. Сейчас я их быстренько покормлю, ребят. На улице такой страшный ветер. Завывает кошмар. Так, тут без света рыбки. Просто бульбашки у них компрессор работает. Но свет я им не включаю. Тут достаточно и так на кухне у света. Живелина на базе. Рассада тоже. Что у нас там, ребят, по погодным условиям? Ветер страшнейший, но плюс 12. Температура. Живелина намывает. На горке собралась, да? Эх, ты ж маопоет. Врядней. Вот она. Вот она. Нас долбардуют. А мы медь съем. Стримайтесь, как кивьяны. Это голубь мы, а? Хе-хе-хе-хе. Харьков, я люблю тебя. Хе-хе-хе-хе-хе. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка? Страховка. Залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TOXICUL21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.